Яйца как хочешь варить? А кашу? Вау, Сашуля! Уна! Мама, папа, я блогерская семья. Когда взрослая жизнь подкосила? Да блин, это тупость моя подкосила, тупость. Давайте. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. И нет, сегодня у меня в руках нет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. И, как всегда, и как обычно, Дарья и Пунктуальность, две несовместимые вещи. Поэтому сегодня у нас с вами будут моменты жизни за апрель. И каждый год апреля выдается супер каким-то продуктивным, насыщенным на какие-то эмоции. В общем, садись сейчас поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. Ребята, это просто покупочки, просто... Мария, Мария, это... Выключай, выключай. Что ты купила? Кастрюлю маленькую. А зачем? Яйца-ка хочешь варить? А кашу? А у нас есть кастрюли? У нас нет маленькой кастрюли. Она на два счета. Я сейчас тушу. Варить? Ну варить надо нормально, Маш. Почему ты не радуешься, я не понимаю. Я когда такая думаю, блин, нам нужно домой кастрюлю. А другой нормально не было, она про скидки взяла сегодня. Нормально, девочки, нормально, я довольна. Опа, живем сюда. Ку-ку-те. Ку-ку-те. Как это называлось? Ку-ку-те. Какой ку-ку-те? Куда ты смотришь на ниже? Ку-ка-те. Ку-ку-те. Вот и уже этот. От нас самый лучший подарок для Марии решил сегодня у нас сделать Александру, потому что он уезжает в челны. Смотрите, какой у нас смотняшечка-то какой. Опа. И зары. Все из зары. Да. Будет самый модный в надверных челнах. Все одеваться там в стулпаре, а ты из зары. А все почему? Даже на зары нет. Смотрите, он даже ходит дома в таких кроссовках. Как Американец. Модняшка, сейчас он поедет. Сутки будет ехать в таком наряде в поезде. Больше суток. Суток я не беру? Ну, конечно, не беру. У нас всего две пары на четверых человек. Водичку свою взял 4 литра? Я взял. Все, молодец. Пока, Сики. Адьес, амиго. По потному ветру тебе сраку. Давай, пока. Посмотрите, какая блогерша и включая новый эпизод. У нас же Мария Петровна. День рождения в этот воскресенье. Она не хотела, во-первых, праздновать. Мы такие, типа, как так? Это же праздник. Его надо отпраздновать. А вы видите? Ушки бимы. Она спит. И мы с Юлей думаем, надо ей сделать какую-то тематическую вечеринку. И вот уже последние две недели мы сидим, думаем. Не знаем, что выбрать. И на днях я вела урок с ученицей по укулеле. Если что, я веду уроки. Обязательно записывайтесь, кто хочет всем научиться. Дополнительную информацию все оставлю в описании. Или вы можете мне написать в директ. И она рассказывала, что она на выходных лепила из соленого теста какую-то поделочку. И до меня просто дошло. Меня снило. А что если нам сделать тематическую вечеринку в стиле детских девчачьих дел? Типа бисером там поплести, в пижаме Винкс посмотреть. И то же самое соленого теста полепить. Я предложила Юле, она согласилась и сказала, вообще круто. И по этому случаю Юля такая говорит, мы оденемся в розовую все. А у меня нет розовой пижамы. Я купила вчера по скидке свое пижаму розовую. Вот такую вот пижамочку приобрела. Покажу вам в следующем эпизоде, как она будет на мне. Но мне кажется, это будет вообще смешно. И также вчера я покупала подарок Марии. Она нам скидала виш-лист. И половина из виш-листа что-то связанная с маникюром, педикюром. Мы вообще не шарим с Сашей. Что за топы? Что за праймеры? Мне пришлось гуглить, советоваться с Юлей. В итоге купила какие-то лаки. И она еще хотела шарф. Обходила все просто магазины. Вот реально все. И нет нормального качества, чтобы был хороший шарф. И я такая думаю, нафиг вообще этот шарф? И убью двух зайцев сразу. Короче, знаете, что я придумала? Я ей типа в шутку подарю кувшин для воды. Но прикол в том, что в последние дни Мария говорит, что нам нужно купить кувшин для воды, потому что мы всю к печеную воду сливаем в обычную бутылку. А это не совсем таки хорошо для организма. Я поэтому решила просто убить двух зайцев сразу. Не нашла шарф, но подарю кувшин. Пришла в Леонардо. Я закупаюсь бисером на нашей пати. Уже столько цветов выбрала. И меня не покидают детские флэшбеки. Когда я в детстве ходила на всякие кружки рукоделия, мы тоже приняли из бисера. Шили всякие игрушки. Можете, кстати, написать в комментариях, что вы делали в детстве. Я сейчас такая стою. И, во-первых, столько цветов появилось. Глаза разбегаются. А мне нужен просто чисто белый. Сложно? Сложно. Дорогущий еще такой стал. 20 рублей пакетики. Я за 5 брала. Это был 2008 год. Так, сейчас осталось найти леску. И пойдем на рыбалку с Марией Петровной. Сейчас час ночи. Я переделываю свою работу на завтрашнюю пару. Потому что у меня начала сессия. Ну, поставь куда-нибудь. Купила вчера кострюльку, которую захотели. У нас есть провязанная турка. Какая? Которая турка. Маша хочет ночью пить кофеечку. Очень хорошего, такого молотого. Не гранулированного, не сублимированного. Натурель. А ты будешь кофеек? Да. Ты серьезно? Да. А во сколько ты ляжешь? Ну, как лягу, так лягу. Начнем с этого. А во сколько ты проснешься? А что, у нас завтра планы какие-то? Ну, Мариш, у тебя завтра день рождения. Минусы, дима. А ты бумер. Кофе-то не пей тогда в час ночи, если не хочешь стоить. Такая вот, такая простая, я соглашусь. Ну, а что? Мария отошла в мирный сон. Сейчас мы будем упаковывать ей подарки. Ты даже купила скотч. Я не нашел. Ну, подарок Саше, наверное, тоже упаковал. Может, так уж и будет. Ладно уж. Проблема в том, что все подарки обычно Мария упаковывает. Ничего мне стоит снимать? Нет, ну сейчас. Блин, надо что. Я уничтожил. Мама, папа, я блогерская семья. А что? Макуйся. Что вы, Юля, в коробке? Сахар. Штука от комаров. Застряли. Нет, нормально, вышли. Это на мое, это на мое, дедушечки. Да. Я не знаю, ты как-то мелила, помогла вот так вот отталоваться. Я же говорю, может, я много? Нет, говорит, нормально. Я же подрежу, да? Угу. Сейчас твои постели и белье каковы, и все. Ой. Что, реально? Да, это правда. Первое, это днище. Ого, вот про это я говорила. Дарья Олеговна все урегулирует. Кумыс, кумыс, ты казаки, казачка. Ты что, смотрю, какие-то туториалы, что ли? Нет, она ичи. Реально. Главное, никакой подарок. Не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Very beautiful. Thank you very much. Давай дыши. Любимый мой Шули от Сашули. С Днём рождения! Мария, это для тебя! Будьте счастливы. Все хорошо, наиболее денег побольше. С Днём рождения! Мария, ну ты вообще! Вообще красотка! Я сначала выхожу и включаю. Даш? Да. А у кого? Смотри, какая красота. Будет долго гордиться. Ой, девочки, спасибо. Так неожиданно, да? Мария, с Днём рождения! У тебя солнце наше. У нас второй день празднования Марияшкина, Днём рождения. Но сегодня прям точно! Прям вот типа по документам, по жизни тут сегодня Днём рождения. Папа, сейчас покажу. Что ты думаешь будет дальше? Ну мы никуда не поедем. Нет. Ты, короче, вообще, да, не понимаешь, пока не улыбаешься? Я не знаю, чё... Ой, а ты, возможно, что угодно. Хорошо, хорошо. Фаер-шоу сейчас мотивирует. Да сейчас мы будем дарить подарки. Смотришь, вот есть подарок от Александра, но некоторый подарок мне от Александра, я присваиваю ему того, чего это не его. Коробочку потом аккуратно открой, потом у меня скоро тоже день рождения, чтобы мне дарить Коля. А это будет сейчас от Натя. Ну да! Я не знаю, башлятся, Шуля. Ничего себе. Аккуратно, там сильно резких шушащих движений не надо делать, у нас кошка ещё живёт. У меня такой день не было. Это уже не от Сашули. Следующий подарок. Можно делать кудряшки. А у тебя же у своих нету в природе. И самый это просто у-вау. Мне кажется, тебе вообще очень зайдёт. Это не из вишвиста, это от души, от сердца. А-а-а-а, это кунган. Ну, хороший, покажи нашим зрителям. Я хочу показать наш нынешний кунган. Она уже тупикает, расслабилась. Это наш кунган, да. Но это не всё, это не конец мероприятия, это только начало. Сейчас тебе нужно будет переодеться. И дальше тебе расскажем, что происходило. Сегодня у нас детская девчачья Тусяу. Сейчас мы будем делать всякие поделочки из бисера. И потом лепить. Да, мы сейчас реально на полном серьезе. Будем делать поделочки из бисера. Да, как тебе идея? Нравится? Это же обалденно ли это? А ещё, ещё. Мы фоном поставим, знаешь что? Винкс. Запечатлит момент, как мы реально готовимся. Достаю, как будто не знаю от чего. Маша, это реально бисер. Мы реально сейчас будем делать. А я ничего не помню. Надо схемы какой-то. Мы сейчас будем смотреть туториал, я тоже не смотрела. Девочки говорят, что я что-то не докупила. Какие-то кругляшки, которые закрепляющие. Столько у нас различных бисеров получилось. Прикиньте, да, работает. А, она говорила нам второму же делать? Маш, давай по инструкции сначала сделаем. Маш, давай мы посмотрим, что она имела в виду. Я вообще чуть-чуть в трессе. Две желтые, прохожу через две белые. Мы уже сидим где-то часа два, мы досмотрим шестую серию. Сделали вот такие браслетики. Они выглядят немножко коряво, но я поняла, что у всех коряво. Было пополам сделать колечко. Мы с Юлей решили, нафига нам учить новую технику и сделаем кольцо. Ну, какое делали. Маша переплюнулась, как всегда, покажи свое кольцо. Ну, просто тут сидим в сторонке. Все точки неровные, надо постоянно попробовать. Мы посмотрели 10 серий подряд, это плюс-минус 5 часов. По итогу мы сделали вот такие чудесные колье, браслеты, кольца. Сейчас я Юля вам тоже покажу, что она сделала. Я сделала браслет. Чокер. У нас, заметьте, какие колечки, типа, дружеско-семейные, так. И у меня тоже подобное есть. Повсюду храни путь, сегодня я не... Знаешь, что до меня сейчас дошло? Это программа для Марии, что делать, Мария? Мы продолжаем увеселительную программу нашего празднования дня рождения, Маришки. На этот раз мы будем делать поделки из соленого теста. Сейчас мы его подготовим. Маришка пусть пока вам расскажет, что она хочет любить. Юля с Дашей слишком изобразную программу. Второй день подряд я просто не уваживаю. Мука. Девочки, вам что, не весело? Они мне говорят, Даша, откуда у тебя такая энергия? Вот честно, я не знаю. Мне кажется, девочки просто не подготовлены к моей энергетике. Немножко ASMR. Маришуля, ну рада. С ней сегодня не энергетика. Моничку можно еще сырой положить, он будет хотя бурка. Юля так не терпит и сегодня уже доделать все покрасить, чтобы уже была готовая штука, аж взяла вон фен. А я все жду. У меня еще не досохло. У меня такое чувство, как будто у меня ребенку завтра в школу надо сделать поделку. Я сижу на 2 часов ночи и это делаю. Время у нас час ночи, по сути, у Маши день рождения вообще уже закончилось. В общем, что у нас получилось? Давай показывай. Ну, лягушка. Такой сделала вот 1 рубль, потому что у нас есть любимый мемчик про рубль. Рубль будет! Я сделала такую колешницу. Тут у меня будут кольца. Уапа. Я сделала тоже, ну это знаете, это временно. Тоже типа для колец. И вот такая вот декорированная штука. Для декора. Мы шутили, что это багет. Это для твоих Apple Watch. Это знаете, 18 век. Да, и здесь на 3 дата. И самое это. Внимание, Димочка. Скажите, очень похоже. Очень красиво. Маришка, ты молодец. Давайте. Подытаживаем наш с вами сегодняшний. Я считаю. Будем очень долгий день. Я рада, что у меня есть такие подружки. Моменты в жизни. Нам с Юли так понравилось плести, что мы сегодня взяли тоже Биму. Включили наших любимых, чтобы она подняла только мне почитать на фон. И сделали еще одни колечки. Вот у меня два таких колье получилось. И что, колечки от полу-фолье? Откуда ты узнала? Сейчас мы сидим уже 5 минут и не можем отгадать Юлину загадку. Загадка следующая. Назовите любое женское имя. Русское. Русское, обязательно. Которое не заканчивается на А или на Я. Юркис. Люся, это Людмила. Все, я говорю. Давай. А я сейчас, знаешь, запикаю специально, чтобы люди такие... Делать вид, что болтаем. Все на Ютубе смотрят в игрушечку. У меня же голова кружится от этого. У меня Иви списали 350 рублей. Я даже не заходила на их сайт. Ни разу, ни разу в жизни я там не была. Я вот только что зашла. У них сайт тупой, мне его не нравится. Рассказываю, во время работы мне звонит женщина. Говорит, а вот подписка, не хотите оформить? Говорит, нет, не хочу. Он такой, а что так? Я говорю, я не смотрю Иви, мы вообще не смотрим. У нас есть кинопоиск. У нас есть кинопоиск. Яндекс, давайте сотрудничайте. Кинопоиск у нас есть, зачем нам это? Но при этом я еще и музыку получаю, подписка плюс у меня. А тут просто Иви, просто фильмы, и то некоторые платные за 350 рублей. Позвонила она тебе. Позвонила, говорит, давайте, давайте. Говорит, да не надо мне, не хочу я смотреть. У меня еще работа. Говорит, давайте две недели бесплатно, думаю, ладно, отстань. Давай, она говорит, я вам пришлю промокод. Вы, типа, активируйте. Две недели бесплатно посмотрите. Если не понравится, можете отключить в любое время. Говорит, хорошо. Все, и забыла. И забыла все, а на мне ничего. Я просмотрела смс-ки. Ничего нет. Я не знаю, потому что бесплатно. Мне главное, ВКонтакте прислали оповещение. Говорит, спасибо, подписка оформлена. Длина. У меня списывают 350 рублей. За что? На их сайт настолько ни разу не заходило, что я сначала даже не поняла, как. Я просто убила Иви, и у меня несколько сайтов вывела. Я думаю, а какой из них он. Я бомблю, потому что еще, когда я была в Челнах, я оформила подписку на ОКО за рубль. Чтобы мы с Лилей, мы с трюнкой посмотрели фильмы. Вы что думаете, мы посмотрели два фильма. Я Лиле написала, говорю, перед отъездом, Лиля, отпишись. Говорит, да, хорошо, окей. Месяц прошел, у меня списывает ОКО те же самые 300 рублей. Говорит, Лиля, ты отменила подписку? Она такая, ахахаха, забыла, сейчас отменила. Ой, да ладно, с кем-либо. Сколько сколько? 400 рублей там, 400. Сука, сколько? 400. И мы в шоке, 400 рублей, Лиля. В том, что она говорит, да, отменю. И не отменила. Не отменила, вот недавно я захожу, опять 400 рублей вписали. То есть 800 рублей в никуда, в трубу. Меня просто, вы знаете, разводят, как сука. Итого 1100 рублей в никуда, когда взрослая жизнь подкосила. Да блин, это тупость моя подкосила, тупость. Мы смотрим и выжимаем максимум, максимум. Мы скачиваем, мы делаем этот скрин экрана, видео. Я нахрен их разорю, и будет невыгодно меня обкрадывать. Все, побомбила. Бедная стена такая, что я тебе плохого сделала. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытала сегодня. Джордж Шокер. Я не активировала подписку, значит, мне ничего не впишется. Логично же. Я сейчас позвоню. Куда там мои ресницы? Никита, добрый вечер, доброй ночи. У меня вот такой вот вопрос, смотрите. Ты чё и ничего? А чё я ничего? Я потом всё уже забыла, есть минимум 350 рублей. Моменты в жизни. Чёночки, мальчишечки, у меня скоро день рождения, и я хочу... У меня скоро день рождения, через полторы недели уже. И я хочу себе сделать обновочку, подарочек, купить новый ноутбук, хороший, мощный. Чтобы я включила все свои приложёхи по... О, да, в 100-500 вкладок. Это я половину почистила, чтобы вы поняли. Что бывает побольше, намного. Это вообще... Это все нужно? Конечно. Зачем тебе диск открытый? У меня там все учебные материалы для учеников. У меня сейчас порядок. Работаешь. А потом у меня опять заходить, что ли? Я один разключила, и всё. Ау, ау, ау. Я хотела рассказать ребятам, а не чмирить меня. Спасибо. Тогда компуктер нужно, а не ноутбук. Зачем мне компуктер? Потому что вот это нормальный ноут не вывезет. В смысле, я плачу такие деньжища, а он не вывезет? И недавно я нашла, что есть Huawei Mate T16. Мы сейчас... Я девочкам показываю его характеристики, все дела. И это очень забавно почему-то. Я прочитала отзывы, посмотрела обзоры, все его хвалят, говорят, круто, найс. И я его смотрю с точки зрения красоты. Вот я включила этот картинок и говорю, выглядит достойно, красиво. Два порта просто. Порт тихой гавани. А мы с Юлей читаем вот это, да, даже с нами смотрят. Ну да. Это был обзор, техобзор. Я, знаешь, что думала? Прикинь, вот эти же моменты жизни я буду монтировать на новом ноутбуке. Почему? У меня этот не изметал за 23 минуты. Просто в отношениях на обсуждение у меня одна реакция. Нет, но ноутбук красивый. Но красивый мне тоже нравится. Мы с Дашей пришли ноутбук и выбирать, а его нет. Ну, его на витрине не представлено. Короче, я просто не знаю, вот тут не показано на витрине. А вдруг я скажу, что последний, и это типа витрина, а на витрине его не представлено. Значит, он просто один. Мой. В следующий раз Дарья будет брать ипотеку и машину. Боксинг от Дарья. Всем привет, дорогие друзья! Я с вами Милсаку. Сейчас мы с вами будем делать анбоксинг на вот этот чудесный, обалденный, просто ноутбук. Я его даже не смотрела. Я вообще поехала в МВидео, чтобы пощупать, посмотреть. И что-то как-то пошло не так, и мы даже его не открывали. Манцелерским ножончиком все открываем. Я уже смотрела обзоры на этот ноутбук, но живут немножко другие ощущения. Открываем. Опа! Что мы видим? Здесь все очень довольно-таки просто, эргономично сделано. Что мне приглянулось в первую очередь у этой модели, что у них вот такой вот блок. От этого блока я могу, ну, увесистый довольно-таки, заряжать и ноутбук, и телефон, и все, что мне захочется. То есть не такая огромная махина. Пугасись. Дальше идет сам ноутбук. Ноутбук сделан с металла. О, как уж-то тяжеловато. Потрогай. Какой цвет добротный. О, ну, Дарья! Давай! Выглядит очень даже солидно, да? Вообще. Посмотри, тут как будто кажется, что безрамочные. Прям вообще рамки очень маленькие. Ну, слушай. Бима у нас анбоксинг. Space Grace, прям Space Grace. Самый прикол, это камера. У них очень странная камера. Тут, между прочим, они вывели вот сюда по бокам динамики, чтобы не фонило, не губнило вниз куда-то. Я не понимаю, вот зачем реально делать в ноутбуках динамики внизу? Здрасте. От, уйди, от, уйди. Ёль, а где слот для карты памяти? Будешь на флешку, все значит. Блин, глянь. А где же адаптер такой, специальный? Ну, есть-то есть, а я почему-то думаю, что он есть. И вот за что деньги платят? Вот именно. Нет, здрасте, приехали, в лес за орехами. Где карта памяти слов? Где? Гарантийно, не то это. Где? Ладно, все, на этом наш обзор подходит к концу. Ставьте лайки, комментируйте, получается ли у меня делать обзор на всякие гаджеты-виджеты. Техно-обзор. Моменты жизни. Прошло не... Ну, как всегда, вот сейчас манчер момента жизни, ага. Февраль, Маша. Неделя прошла после Маши на день рождения. Рубль высох, затвердел, но не упал. Надо в самое время его положить в кошелек, чтобы он приманивал деньги. Самое забавное то, что у меня очень странно называется кошелек, который мне подарила бабушка. Вы можете его по-разному прочитать просто. Какая косиня. Какая косиня. Рубль. Какая-то у нас в наличке нет. Да, у меня только мелочи, все. Раз. Копейка, рубль бережет. Мы с девочками начали смотреть «Свял великая», и у нас очень много вопросов по семейству Романовых. Кто кому приходится. Мы смотрим и не понимаем. Кто там краш, кто там кринж, кто кому родственник, брат Свят. Очень сложно, нам приходится аж гуглить. Сейчас историки нас смотрят, такие, ну да, ну да, давай, давай. А, это племянник Анны Ивановой. Капец, как сложно. Я не могу, я думала, мы будем деградировать. Сейчас Юля скачала переводчик с кошачьего и пытается поговорить с Бимочкой. Бим, ты будешь кушать? Походу она будет. Бима, встань. Яндекс подскажет, кто звонит вам с незнакомого номера. Да ей вообще насрать. Либо она бездушная, либо что-то не работает. Так, так, так. Скажу, мы выключим же она нафиг, да? Кушать будешь? Моменты жизни. Всем привет, дорогие друзья. Как говорят обычные пословицы, в больной голове нет ногам покой. Сейчас мы будем заказывать с Алиэкспресс мне Тренч. Я не смогла найти в масс-маркетах нормальный Тренч, если бы они вообще были и вообще нет. Подсказала, говорит, ну можно заказать же на Алике, а я что-то сукую заказывать на Алике. Сейчас мы будем мерить. Так, что там надо померить? Бюст 106. Обхват грудной талии? Ага, грудной талии. Аномалия. Это что, такое плечо? Ты где такое видела? Это кто? А есть туториал, как мерить плечо? У меня всегда проблема, если вы, ну, выше, там, метров 75. Метров от 170 начинаются проблемы. Постоянно ли рукава такие короткие или штанцы короткие. Ну, прям тютельку в тютельку. Мы походим передками. Барин! Сашуля наш примчал. Какой модный-то на стиле. Ты точно в чулны ездил? Да. Иди сюда, Юлечка, поздоровайся. Юлечка, привет! Юлечка. Машуля, привет! Машуля, он приехал. Чтобы вы знали, я ехал на фирменном поезде. И она мне пока говорит, «Саш, выручай!» Юлечка, он вернулся! Вы представляете, Александр мне привез хлебец. Хлебец мне привез, Александр. Это подарки. И брусак Александр мне привез. Хлеб с сахаром привез нам. Спасибо. Да сахар! Мы впервые будем играть в Уно. Я не знаю, как играть. Насчет вот этой карты, ну ладно. Короче, смотрите, вот эта карта. Правила уже написано. Какие у него карточки, допустим. Покер на минималках. А клещем тут цвет? Эта игра такая на цветах зависит. Короче, вы дает мне. А когда орать Уно? Уно, когда у тебя остается одна карта? Ну что, надо орать Уно? Да, я ради этого собралась. Уно! Он скучный. Это ты скучный. Душ него. Духота. Ну и так пиарите его. А что там прикольно? Да я обожала АТО. Что игра в моего детства? Это игра в моего детства. АТО, объясни правила. Это азарт. Она простая, ты все понимаешь. Это как бинго, только по-русски. Ну да. Ты прям приварной. Зеленый. Маш у нас Дальтоник. Юля, тут это не дурак. Маша, не повторяйте. Что по мнению Маши зеленой, покажи. А я могу уже кричать Уно. Что тебе? Я кладу так, и у меня зеленого. Да неужели. Получается, у нас с Юлей ничья, а вы с Сашей выиграли. Вау. Сашуля. Уно! Моменты в жизни. Сашуля, я хочу тебе сделать подарок. Чтобы получить этот подарок, тебе нужно отдадать кроссворд. Блин, ну покажи его, ребята, в камеру. Могарифм по основанию 4. Можно, например, ручка написать? Конечно. У меня есть запасная нарядка, если что. Ты еще нарисовала запасную нарядку. Так, любимое животное Джорджи. А Джорджик это кто? Хомяк. О, хомяк. Пупсик. Пупсик. Ты пупсик? Пупсик. Так ты называешь свою маму? Мамулета. Моя любимая вкуснятина. Это то, что мы терпеть не можем. Сахар. Сахар. Вот это вкуснятина. Да, все, ты отгадала. Я отгадала, ребята, посмотри, что я отгадала. Да, все, ты отгадала. То есть тебе подарок. Так, пойду. Открыла? Да. Ну, да, да. Это то кольцо, только по размеру меньше. Маша, блин, спасибо. Так, Дашу, если ты думаешь, что умственные испытания запачиваются. Ой, сегодня вообще интеллектуальные квесты. Мы тебе просто дарим сегодня не только подарки, но еще и эмоции. Смотри, следующий подарок, чтобы тебе... Ну, тебе тоже так легко не дастся, тебе нужно будет пройти квест. Вот у меня есть первая бумажечка. Ты должна будешь пройти к тому месту, которое здесь указано. Кто у нас в квартире меньше всего гуляет? Я. Даже ты должна квест, а не сидеть на диване. Смотри. Как подказка. Я поняла, я умная. Ее цепочка замкнулась. Она говорит, что меньше гуляет. Это, скорее всего, Джорджи. Джордж! Она прямо на уровне ее глаз. Где Саша находится дольше всего в душе. А она все равно везет в этот комментарий. Я говорю, ниже посмотри. Я говорю, по полкам, а она в пол. По полкам еще. Под аквариумом. Ага. Белый слез, чтобы у нас там это нормально. А там где-то написано. Нет, это все. Это было сложно. Честно. Ты ее нашла. Она ее нашла. Смотри. Я так рада. Картинка. 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 Зато, смотри, обложка. Да, хорошая обложка. У нас продолжается наш интеллектуальный замес. Ну и чтобы получить подарок от меня, тебе нужно отгадать то, что я ей подарил тебе. Изучение там, умное. Как еще слово называется? Интеллектуальное. Да. Интеллектуальное? Я такая умная, столько слов знаю, да? Драж. Драж. Кураж. Нет. Даша, мандраж. Мандраж? Мандраж. Ты серьезно, мандраж? Да. Откуда я знаю слово мандраж? Вы хотите прикола? Даша угадала три буквы, а прошло уже восемь минут. Какая ты? Наезжаю. Я злая. Какая ты? Какая злая. Негативная. Я негатив. Еще негатив. Негатив показываю. Говорят, вот, как шампанское. Ты формическая, взрывная. Как шампанское. Игристое. Игривое. Игривое. У нас всех троих. Так. От Маши, Юлии, от меня. И от Бима с Джорджем. Мы. Я что-то выигрываюсь. Ты выигрываешь. Приз. Сашулькинс. А я не умею в нее играть. Моменты жизни. Мы, как истинные петербуржцы, живем тут целых два года. У нас нет нормальной фотографии? Нет. Ну почему? Когда мы сюда же приезжали, у нас были фотографии? От нас, можно, на хуавей сводканной около Исаакиевского собора. Ну типа да. Александр и Масона. Давай, что там, где говоришь? Вон там вот, наверху. О, капец. Ребята, вам повезло, что у нее есть зум. Мы с вами культурно просвещаемся. Сегодня у меня корпоратив. Ко дню рождения. Вышли в свет. Своего дома. Куда-то. Ну, даже не в Макдональдс, прикиньте. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы два года живем в Петербурге и ни разу не ездили на экскурсию по воде. И, в общем, Саша предложил, почему бы нам не отправиться на экскурсию по воде? Пока что... Ну, посмотри, я перебью, там люди в шапках, шарфах обутаны, где-то и мы. Саша предложил нам поплыть. Мы поплыли. Дворец не сохранился. Ну, не свезло. Сашу летом один. Петербург, хороший, Саша. Мы начали играть в Амагинариум. Так, ну давай, давай, узнаем. Маша, как тебе пока игра? Ну, пока... Пока красиво, да? Эту игру Сашелька мне подарила на день рождения. Вы посмотрите, что на карты выпали. Моменты в жизни. Короче, мне же Александр подарил на день рождения Амагинариум. И оказалось, что есть дополнение к этой игре. Я такая думаю, блин, может купить еще дополнительные карточки. Я нашла на Эксмаркете, они были по скидке, там около 450 рублей. И в чем прикол? Мне Саша говорит, можно же оплатить Сберспасибо. Я такая, сколько у меня там Сберспасибо? У меня там около 700 было. И прикол в том, я их купила. Я платила, короче, сколько там, 339 бонусами. Рубль заплатила, собственно, за карты. И я это все сделала через Letyshops. И мне еще вернулся кэшбэк. То есть, по сути, мне еще заплатили за мою же покупку. Ребята, если вы до сих пор не пользуетесь Letyshops, во-первых, почему? Во-вторых, установите вот это приложение, чтобы вам возвращался кэшбэк. Сети происходят каждую неделю, там, в будние дни, в середину недели. То есть, сейчас вообще скорость интернета у нас настолько низкая. У нас ни с одного устройства нормальные страницы не прогружаются. О, мой бог, Александр, ты что купил себе айфон? Ну, давай, анбоксинг будешь делать. А у тебя нету этого адаптера для быстрой зарядки. А у тебя он был. Ну, я-то его докупила. Ну, я тоже докуплю потом. Ну, посмотрите, Александрийский сад у нас будет теперь работать на айфоне. И смотреть все видео на айфоне. Давайте. Тара-дам, там-тара-пам, пам-пам-пам. Ох, мой бог. Так прикольно держать. Короче, мы сейчас сделали, Саша нашел в своем айфоне панораму. Вы посмотрите на него. Давай. Нет, не успел. Я успела. Покажи. Саша, давай, стой. Саша, давай, быстрей. Саша, посмотрите. Ёлочка, она выклопала. Ясно? Начали грашить в комментариях. Это кринж. Чего разорвали? Я в восемь утра проснулся, сидела в тиктоке. А потом так вот наши выходные так и прошли, ничего не сел. А чё, не поняла? Вечером все раннее Юля, что ли, или чё? Прожарка, Юля. Прожарка. Мы поехали покупать мне нормальный хороший шампунь, потому что мне не подошел тот, который купила. И я нашла маску с эмблемой тиктока. Сейчас я с тобой анбоксинг сделаю. Такая тканевая масочка. Я сначала стою и думаю, блин, может брать, не брать. Кринч или краш? Как ты считаешь? Краш. Определенно, краш. Чё, кринч, краш ваш? Это река. Кто-то зенитом носит, а я в тикток. Мы приехали сегодня покупать не аксессуары, а на бонусы от МВидео. И я ищу себе наушники, чтобы монтировать видосики вам. И знаете, мы на чём проверяем? На самые лучшие песни века. Егор Шип, Диор. Ну чё, как тебе? Очень хорошо слушать. А я сейчас эту песню только слушала. Я тебе про наушники, а не про песню. Можно погрузиться в великолепный трек. Егор Шип, а Диор. Можно почувствовать тапок Диор даже. Мы сейчас идём домой. А тут утки. Давай, приближай. Это реально утки, они просто входят. Чудеса Питера, просто чудеса Питера. Сейчас Юля пытается вычислить, сколько Бинни исполнится лет. У неё логарифич. Важно смотри, откуда взялась цифра 24. Дим, сколько тебе? Получается, в один год человеческий ей 18. В году 12 месяцев. Соответственно, 18-12 у нас 6. И мы хотим, вот сейчас ей 18 месяцев, лет человеческих. Мы добавляем ещё 6, и получается цифра 24. Но нахрена мы их добавляем? А следующий год сколько лет? 24. Вот мы прибавили вот эти 6 лет. А с официального сайта Петховена... Официальный сайт Петховена? Тут вообще не признаётся существованию трёхлетелой кошки. Там сразу 4 идёт. Сколько ей будет, когда 2 годика? Спроси у неё. А, нет, нет. У нас руководителя есть. Руководитель мне пишу. Ваше имя? Мать. Ну уж давай официально. Матушка. Конечно. Телефон для сегодня, прикиньте, они мне позвонят. Скажите, а может? Я такие, ручку тетрадь берите, дописывайте примеры. Наткнулась на вашу статью. Интересно, у меня вообще ответит в это письмо? Моменты в жизни. Юль! Юля, привет! Привет, Даша! Как у тебя дела? У меня хорошо, да. Слушай, на самом деле ещё так слышно всё. Я вообще, конечно, дурку говорила. Если тебе понравился данный выпуск, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, что у тебя нового произошло за этот период времени. Я всё это обязательно прочту. А для всех любителей моментов жизни напоминаю, что у меня есть целый плейлист. Можешь его посмотреть на досуге, посидеть, поугарать. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»